Период ледостава для жителей за речной стороны время волнительное, ведь с каждым днём перебираться с берега на берег становится всё труднее. С 16 ноября на территории Великойского района действует запрет о выходе на лёд, но, как видим, действует он не везде. Как быть жителем, которые вынуждены перебираться каждый день через реку? Ведь другого пути пока что нет. В начале декабря стабильно низкие температуры наконец-то посетили родину Деда Мороза, что не могло не сказаться на состоянии реки, особенно в том месте, где всё ещё выполняются рейсы с одного берега на другой. В начале недели теплоход ещё как-то мог пристать к берегу, 4 декабря уже нет. Теперь расстояние до места остановки увеличилось примерно на 50 метров, которые проходят по льду. Тоненькая тропинка теперь и есть дорога жизни для заречных жителей. Как оказалось, многие испытывают дискомфорт, преодолевая этот участок. Но деваться, собственно, некуда, даже несмотря на запрет выхода на лёд. Впрочем, многие уже ничего не испытывают. По той же причине. Не боитесь по льду ходить? Сейчас ведь небезопасно наверняка. Ну, боимся. А так часто бывает? Да, часто. Тут же мостовая выложена. Ну, так всё равно как-то не очень безопасно выглядит. Вот, что вы чувствуете, когда идите. Нормально всё. Люди же ходят. А мы уже привыкли, мы уже очень долго ходим здесь. Здесь каждую зиму так? Да. То есть каждую зиму вы ходите прямо на лёд, не боитесь? Не боимся уже, ничего уже не боимся. Мы уже привыкли к этому. Как думаете, сейчас лёд тонкий? Тонкий? Да. Тонкий лёд. Бедная, в общем, кузина. Бедная кузина. Впрочем, возможно, уверенности пассажирам теплохода придавали работающие неподалёку люди в спасательных жилетах, которые уже приступили к подготовке будущей переправы. Теперь дело остаётся за морозами. Ждём. Степан Коррежановский, Антон Карев. Телеканал «Русский Север». Продолжение следует... Продолжение следует...